Жительница Мордовии проявила милосердие к пьяному незнакомцу, а он ее ограбил. 5 июня 2024 года потерпевшая с подругой отдыхали в Ковылкинском парке «Батриот». Дамы сидели, разговаривали о жизни, а по соседству с ними на газоне мирно спал незнакомец. Через некоторое время мужчина очнулся, подошел к подругам и присел рядом. В это время будущая 62-летняя жертва достала из сумки деньги, чтобы купить пирожки. Тогда у пьяного злоумышленника и созрел план ограбить даму. Вернувшись к подруге с покупками, женщина решила угостить выпечкой и незнакомца. Спустя некоторое время она ушла, а подсудимый решил продолжить прогулку. По пути он снова заметил эту же пенсионерку. Женщина шла навестить дочку. Когда она заметила неотстающего от нее мужчину, то прямо спросила, зачем он преследует ее. Но недавний незнакомец лишь улыбнулся в ответ. Гроженка продолжила свой путь, предположив, что ему по пути. Дамская сумка при этом висела на левом плече женщины. Через 10 минут мужчина поравнялся с пенсионеркой. Приблизившись к ней сзади, он сорвал с плеча сумку и убежал. В последующем злоумышленник взял из нее часть денежных средств, спрятав остальное в кустах, чтобы позже вернуться и забрать. Свою вину в совершенном преступлении местный житель признал полностью. Потерпевшая пыталась сама догнать злоумышленника, но потеряла его из виду. О происшествии она рассказала дочери, которая вызвала полицейских. Добычи пьяного 51-летнего грабителя стали полторы тысячи рублей разными купюрами. Причиненный ущерб он полностью возместил. Ковылкинский районный суд Республики Мордовия приговорил признать Спексайкина Александра Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 161 Уголовного кодекса РФ и назначить наказание в виде 10 месяцев лишения свободы. Указанное наказание заменить на 10 месяцев принудительных работ с привлечением осужденного к труду в местах, определяемых органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы с ежемесячным удержанием заработной платы осужденного 10% доход государства.